Дорогие друзья, снова здравствуйте тех, кого уже видел, те, кто перешли на расширенный сводного технико-экономического вебинара, я особо вас поздравляю, так скажем, то есть вот, пожалуйста, запустим опросник, чтобы понимать, кто у нас действительно перешел сводного технико-экономического вебинара. И я могу сказать, дамы и господа, что наш проект на сегодняшний день настолько стремительно набирает обороты, что мы с Сергеем Анатольевичем всегда будем вести технико-экономические вебинары, и даже когда произойдет закрытие финансирования возможности в корневую компанию. Что такое корневая компания? Это та компания, которая будет входить, соответственно, в каждый адресный проект по всей территории Земли. А для человека, инвестирующего в инфраструктурные серьезные проекты, это действительно, на самом деле, дамы и господа, очень серьезная хорошая новость. Потому что, если вы проинвестировали, к примеру, в Boeing, то я бы не сказал, что Boeing серьезно растет от создания того или иного аэропорта. То есть Boeing растет от продажи самолетов, от создания новых самолетов. То же самое я могу сказать об автомобильной промышленности. То есть, к примеру, Ford развел Detroit, также буквально вырос на ровном месте. И также из-за глох, когда Ford перестали давать такие серьезные показатели, как продаж, так и популярности. На сегодняшний день Detroit это город-призрак. И во всех этих отраслях, во всех этих компаниях, дамы и господа, я могу сказать, что были там инвесторы и есть там инвесторы. Но от каждого адресного проекта, который будет инициироваться на планете Земля, от акции головной компании, в таких компаниях инвестор не получает выгод, которые, собственно, позиционируются и планируются в проекте Skyway. И это огромное преимущество среди инвестирования в проект Skyway. Я могу сказать, что таких преимуществ очень-очень много и скоро появится инструмент очень серьезный от Skyway Capital. Мы готовим, повторяю, и на телемосте я говорил, и на вводном вебинаре, на этом, на прошлом говорил, что мы готовим действительно серьезную систему. Потому что на сегодняшний день у нас активнейшим образом развивается иностранное направление. Это действительно супер, когда иностранцы поддерживают. Более того, у каждой страны менталитет совершенно разный. И для европейцев, возможно, будет точкой входа инвестирование именно в экологичный проект. То есть жизненная планка и прожиточный минимум у европейцев, так скажем, более в привлекательном состоянии, чем у россиян. И если для нас россиян это достаточно серьезной причиной для входа в проект является то, что проект Skyway это международный, в первую очередь, русскоговорящий экономический ковчег. То для европейцев. Ну и, собственно, вот у меня также в недавнем времени возникла идея, что в первую очередь стоит задумываться о состоянии планеты на сегодняшний день. В том числе, потому что уже при нашей жизни происходят достаточно серьезные катаклизмы. И меня поразил тот факт, что всего лишь за полгода, дамы и господа, более 10 таких вот достаточно крупных островов в Тихом океане просто скрылись уже под пеленой океана. И, дамы и господа, вот все, что пророчило... Мы не любим говорить на технико-экономических вебинарах про пророчества и так далее. Но все, что предсказывали о тех катастрофах, которые приближаются, они на сегодняшний день действительно имеют место быть. И что касается климата, фактически очень серьезно изменяется климат. Например, на 7 миллиметров растет уровень мирового океана каждый год. Это очень серьезная цифра. Поэтому, я думаю, что если не настало, то обязательно настанет время участия Skyway и лично представителей ЗАО «Струнные технологии», возможно, лично Анатолия Эдуардовича Юницкого, уже на конвенциях ООН, которые будут обсуждать проблему изменения климата, как вот Парижская конвенция в прошлом году. И многие люди присоединятся к нашему проекту просто потому, что это возможность выхода не только из какой-либо экономической ситуации в жизни конкретного человека, но и спасению нашей планеты. То есть это действительно сопричастность к великому. Но, дамы и господа, хотелось бы на расширенном технико-экономическом вебинаре дать такой обзор тех новостей, которые действительно волнуют каждого из нас с вами. То есть еще когда мы с Сергеем Анатольевичем развивались в поле Skyway Invest Group, то не без нашей, так скажем, активной позиции и активной разработки стратегии была создана программа, именно планируемая программа по гектару земли на Дальнем Востоке. Вы все прекрасно видите по новостям, что да, действительно, с 1 июня этот проект вступил в силу. И, дамы и господа, это для нас и очень такой положительный момент, и в том числе момент, когда нужно готовиться, я бы не сказал, во всеоружии, но в абсолютно мирном поле к развитию этого проекта. Несмотря на то, что с 1 февраля все россияне смогут получать землю и, собственно, с 1, если не ошибаюсь, октября жители Дальнего Востока смогут начать получать по 1 гектару земли на нужды именно сельскохозяйственного назначения, либо другого экономической деятельности. И, дамы и господа, как мы и говорили, на самом деле нужно использовать эту программу, сейчас это будет прорабатываться. И я думаю, что в нашем проекте и без ложной скромности я могу сказать, что данный проект получил развитие в том числе и благодаря тому, что на определенном этапе были сформированы заявки. То есть это еще в SkyWay Invest Group, вы все помните, что примерно более 10 тысяч желающих появилось наряду с тем, что примерно 35 человек за 3 месяца активной агитации по различным каналам средств массовой информации было получено. Именно вот теми инстанциями, которые занимались этой программой, более 10 тысяч человек проголосовало примерно за неделю. На самом деле, дамы и господа, тут логика, которую мы закладывали, то есть строительство линейных городов и так далее, все это имеет силу. Но стоит анализировать и смотреть, наблюдать за тем, как будет вести правительство Российской Федерации, что будет представлять из себя программа, потому что на самом деле сейчас ничего конкретного и не закладывается. То есть 1 октября программа будет расширена и любой житель Дальнего Востока сможет получить гектар в любом субъекте. Более того, в Хабаровске почти миллион нашли бесплатных гектаров для россиян. И если прогнозировать и накладывать развитие проекта Skyway на ближайшее будущее России, если действительно участок можно будет предоставлять безвозмездное пользование на 5 лет, и затем его можно будет в аренду оформить или получить собственность каждому желающему, то эта программа будет иметь место в развитии проекта Skyway. Потому что здесь очень много на самом деле нюансов юридических. То есть, к примеру, вы выбрали по гектару, но каким образом дальше будет оформляться земля, когда там будет строиться объект, либо вблизи будет строиться объект, соответственно, той же струнной путевой структуры и так далее. У нас однозначно есть преимущества при понимании этой программы, в первую очередь, лично Анатолию Эдуардовичу Минницким. И если Анатолий Эдуардович Минницкий, вы все понимаете, каким образом строится стратегия всей группы компаний Skyway, она строится правильно. И этому доказательства все те процессы, которые на сегодняшний день происходят. И когда Анатолий Эдуардович Минницкий скажет, что да, действительно, в направлении Дальнего Востока также нужно развиваться, то мы будем юридически это упаковывать. И никто, как и говорилось, не имеет права брать какие-то деньги за выдачу земли, даже за услуги. То есть мы можем просто синергетически синхронизировать с законопроектом о выдаче гектара земли любому желающему, желающему на сегодняшний день Дальнего Востока. Далее, с 1 февраля уже каждому жителю России. Я лично, если говорить за себя, обязательно хотел бы взять и по гектару земли, гектар земли и для себя, и для всех своих родственников. Потому что, дамы и господа, так же, как и развивался наш проект, можно сказать, что на сегодняшний день, как любит говорить Сергей Анатольевич, с стадии, а это не может быть, мы можем перейти в стадию, а если это вдруг произойдет. И сегодня мы уже перешли в стадию, не то, что если это вдруг произойдет, а это происходит в плане развития проекта Skyway, то, соответственно, по гектару земли также будем активно следить, активно ожидать. И я думаю, что все активисты проекта Skyway на сегодняшний день активно следят за этой информацией. В любом случае, я могу сказать, что при согласии головной компании и лично Анатолия Эдуардовича Юницкого, при необходимости в этом направлении будет идти проработка. Ну и, соответственно, естественно, при закладывании концепции Skyway этот гектар теоретически, не каждый гектар, а именно гектары, которые будут находиться вблизи будущей части сети Transnet, может приобрести достаточно серьезную стоимость. Но одно радует, что действительно и правительство в этом направлении абсолютно развивается и не стоит на месте, это действительно радостный факт, дамы и господа. То есть, что будет дальше, активно смотрим и наблюдаем. Если говорить про то, о чем говорит сейчас правительство, я могу сказать, что недавно я ознакомился с программой развития до 2030 года Российской Федерации и очень серьезных экономистов. Там был обзор также и политиков. Смысл заключается в том, что Россия планирует, именно вот в видимой информации в СМИ и в аналитике, увеличивать свой именно военный потенциал, то есть действовать силой. И на самом деле, дамы и господа, скоро станет обозримо ясно, насколько мощно будет с помощью поддержки государства развиваться наш проект. Потому что 11 февраля 2015 года Министерство транспорта Российской Федерации, а именно экспертный совет, поддержала технологию и признала ее инновационной. То есть это очень серьезное заявление, это буквально несколько абзацев, но которые имеют очень серьезные основания и значения для всего развития проекта Skyway. И уже 25 марта на одно из заседаний одной из групп, также экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, уже технология Skyway признана перспективной и рекомендованной к развитию. Вы все прекрасно понимаете, что сейчас у нас ожидается, соответственно, активное развитие и уже, я могу сказать, просто эта информация не распространяется. И будем следовать примеру головной компании, представители которой непосредственно, вот Виктор Бабурин, всегда говорили, что не распространяйте информацию до тех пор, пока не станет конкретно ясно. Но одно я могу сказать, что лично я, Сергей Анатольевич Собиряков и ряд активистов, прозвиваются в направлении адресных проектов и уже при достижении конкретных результатов, в том числе на территории Российской Федерации, мы обязательно будем вам рассказывать об этих фактах. Если говорить про то, что произошло в прошлом, в самом близлежащем, я могу сказать, дамы и господа, что да, действительно, к примеру, посетил представитель Ирландии в недавней поездке, то есть в 20-х числах мая, в Экотехнопарк, та проработка, которая велась по Ирландии, она, по-видимому, по всей видимости, продолжается. И на самом деле представители Ирландии там были. Также прорабатывается вопрос как с нашей стороны, то есть представителей Skyway Capital, так и Skyway Invest Group уже по вхождению достаточно серьезных крупных фондов. И, соответственно, я могу сказать, дамы и господа, что время средних и крупных инвестиций в Skyway действительно пришло. То есть в чате давалась аналитика предположения, сколько примерно акций буквально за прошлый месяц было реализовано. И я могу сказать, дамы и господа, действительно, не то что акции даже, не используем слово акции, и всегда я оговорку свою такую стараюсь исправлять сразу, если оговорился, обязательств. То есть сейчас никто не продает акции, и головная компания переуступает долю в виде обязательств, оцененной интеллектуальной собственностью и так далее. И это в будущем при реализации проекта Skyway уже станет акциями, но которые будут иметь достаточно существенный вес и финансовую подоплеку. И, дамы и господа, я могу сказать, что акции, которые будут в будущем и на сегодняшний день обязательства, реализуются действительно с растущей скоростью. Этому говорит процесс, я хотел бы остановиться на этом наиболее серьезно, что вчера должен был быть непосредственно изменен дисконт. То есть с шестого этапа на седьмой этап мы, можно сказать, уже перешли, и вчера должно было произойти изменение дисконта. То есть что такое дисконт? Это венчурная премия за ваш риск, так как уже, извините, параллельно строятся и закладываются не просто только фундаментные основания, но и первые опоры появляются у легкой трассы наших спортивных подвижных составов, как сказал Михаил Кириченко. Я могу сказать, дамы и господа, что юнибайки настолько будут пользоваться серьезной популярностью, насколько не пользовался, к примеру, автомобиль Тесла и другие детище Илона Маска. То есть о росте показателей продаж сейчас, естественно, можно только предполагать. Но, дамы и господа, я могу сказать, что действительно наши небольшие легкие транспортные подвижные составы, они закладывают логику развития мобильного перемещения в пространстве из точки А в точку Б в абсолютном комфорте. И я могу сказать, дамы и господа, что, опять же, опираясь на аналитику, которую я всегда стараюсь накладывать на проект Skyway, многие специалисты говорят, что на сегодняшний день Apple приближается к той стадии, что она может повторить историю BlackBerry. То есть в чем заключается концепция? В том, что Apple не идет сейчас на пути именно создания системы интеллектуального оповещения, интеллектуального разума внутри смартфонов. То есть многие системы, которые используют конкуренты, в частности Android-смартфоны, не используются. Представители Apple говорят, что обязательно кооперация будет продолжать развиваться, и те традиции, которые заложила Apple, они будут развиваться и пользоваться покупательской способностью и спросом. Но, дамы и господа, я могу сказать, что покупательский спрос никогда не отменял технологический прогресс. И если раньше казались абсолютно понятными и видимыми на ладонике КПК, то на сегодняшний день никто их не использует, как и пейджеры, все мы используем смартфоны. И, на мой взгляд, если синхронизировать и сравнить именно видение Apple, я могу сравнить видение Apple с современной железнодорожной транспортной индустрией, с современной автомобильной транспортной индустрией. Если автомобильная чуть-чуть движется в направлении электромобилей, и все буквально ринулись, автопроизводители, развивать направление автомобилей. То есть, даже Сан Йон в недавних своих интервью высказал, что через два года они сделают электрокар. Но электрокары, тем более на первом уровне, они абсолютно не решают концепцию перемещения. Они абсолютно не решают концепцию перемещения на первом уровне. Обилие пробок не снижает. Это никак не решается совсем. И только перемещение на второй уровень, дамы и господа, сможет максимально не только разгрузить, но и кардинальным образом изменить жизнь современного пользователя, современного транспортного средства. И современное транспортное средство будет также являться не только транспортным средством, но и, так скажем, информационным коммуникатором. То есть, не только транспортным перемещением и способом, но и информационным коммуникатором. И фактически заменять смартфон. Более того, как бы, ну, в юнибайках вы сможете осуществлять фактически все процессы, которые вы осуществляете в жизни, и я могу привести сравнение по логике и по концепции, стратегии, которые закладывает головная компания. Вот, пожалуйста, посмотрите эту статью. Очень тоже показательная аналитика, что в Лондоне запустят фитнес-автобусы, внимание, для тренировок по пути на работу. А у нас закладывается целая концепция юнибайков, целая концепция спортивно-экскурсионного развлекательного транспорта. То есть, естественно, здесь не закладывается перемещение 10 пассажиров, для этого есть городской пассажирский транспорт. Но, так же, как в нише автомобилестроения, есть класс купе, есть класс кабриолеты и так далее. То есть, спецкласс, который пользуется достаточно серьезной популярностью. И если в совокупном количестве продаж, которое сравнивается с общим объемом продаж в автомобильной индустрии, это небольшое количество, то капитализация формируется достаточно серьезной. Такой же путь развития преследовал Apple, и они получили эту капитализацию. И только с помощью юнибайков, внимание, дамы и господа, мы сможем достаточно расширить сеть Транснет, и более того, юнибайки, как мы и говорили неоднократно, будут точкой входа. И сегодня они уже являются точкой входа. Вообще не как с чиновниками, с депутатами, представителями министерств и так далее, но и с начали строительства сети Транснет. То есть трассу юнибайков максимально просто построить, и более того, когда велось общение непосредственно по проекту в Челябинске, и я всем челябинцам, кому рассказываю лично о проекте Skyway, и вот в недавний, ну такой открытый, но немногочисленный по народу, но народ собрался очень воодушевленный, хотя многие не знали это о проекте Skyway, я рассказывал о том, что, да, действительно, Челябинск мог получить возможность осуществления, как минимум, в России, первым в России концепции юнибайка, но сейчас весь мир опередила Австралия, дамы и господа. Я могу сказать, что то, что заложила Австралия, это диверсификация, и уже логика, можно сказать, биткоина, то есть чем развивался и ценен биткоин, то есть стратегия развития биткоина, то, что это полная децентрализация на самом деле, и центра как такового не было. Также и пилотный проект уже в конце 2016 года, я могу сказать, дамы и господа, что мы получим второй пилотный проект, который, естественно, будет развиваться только после экотехнопарка, и на сегодняшний день у нас преобладающим значением является финансирование именно в экотехнопарк, но все же, если что-то вдруг произойдет, то строительство можно будет осуществлять в Австралии при наработке всей доказательной базы, всей испытательной базы, и в первую очередь при наличии специалистов, которые и формируют потенциал развития на сегодняшний день корпорации Skyway. То есть огромное значение и отличие от современных транспортных корпораций, и это, можно сказать, в высокоскоростных технологиях Китая, Тайвань и так далее, что даже подвижные составы закупаются, например, у фирмы немецкого производства, то есть у тех же Siemens, и на самом деле Янатолий Эдуардович Уницкий, и зао-струнные технологии могли пойти на этот путь развития, но ни в коем случае не пошли, потому что сейчас именно во время серьезной экономической и финансовой нестабильности общемировой и прогнозируется серьезная рецессия, была выбрана абсолютно верная стратегия, как сейчас Россия стремится импортозамещение, то есть создать свои технологии. Более того, сейчас, чуть попозже, я освещу также новости по поводу возможного сотрудничества с Hyperloop, то есть что, на наш взгляд, представляет реальность и в курсе ли они представители, которые говорят о сотрудничестве с Hyperloop. Но Skyway выбрала путь развития своих технологий. От создания системы автоматизированного управления, то есть если говорить про внедрение системы автоматизированного управления, да, можно было, допустим, внедрить стороннюю систему автоматизированного управления, но разработка примерно 30 миллионов долларов, внедрение также десятки миллионов долларов, и далее поддержание, На что непосредственно ссылаются данные компании, и они именно подсаживают на будущее сервисное обслуживание. У нас же своя система автоматизированного управления, и, соответственно, обслуживать, создавать, модернизировать будет непосредственно ЗАО «Струнные технологии» и весь коллектив научно-производственного конструкторского предприятия, которое сформировано из более 13 КБ. Если говорить про концепцию как раз-таки освоения китайского рынка, например, транспортного, то примерно 19 триллионов юаней они планируют потратить на развитие инфраструктуры транспортного рынка на высокоскоростные трассы. То есть это те самые трассы, которые буквально перерезают артерии почвы и прекращают движение почвенных, грунтовых вод. А я могу сказать, дамы и господа, Индия на самом деле уже на сегодняшний день чувствует то, что в транспортное средство что-то не так было сделано. Я не говорю про те смешные кому-то кажутся картинки, в так называемых мемах используют эти картинки, когда буквально фактически индийцы прицепляются к своим поездам, чтобы переместиться из одного населенного пункта в другой. И это действительно страшное зрелище. С этой же проблемой индийцы столкнулись при именно нарушении движения почвенных, грунтовых вод, то, что даже русло рек нужно обращать в совершенно другую сторону. И самая грязная река Гаанг, если не ошибаюсь, ее русло обращается в сторону современных населенных пунктов. И вот этими отходами действительно одной из самых грязных рек Индии, Индия будет питаться. Я не скажу, я был в Индии в этой зиму и не скажу, что там самая чистая и так вода. То есть мы приближаемся, дамы и господа, на самом деле в ряды достаточно серьезных и крупных стран к той эпохе, которые были приближены еще в эпоху Рокфеллера, когда нефть выбрасывалась в реки, озера. На самом деле и продукты жизнедеятельности транспорта и вообще конструкция и система строительства высокоскоростных дорог, обычных автоэстакад говорят о том, что нужно менять эти способы, иначе экология будет вначале сама страдать, а потом заставлять страдать человека. И если говорить про стоимость, дамы и господа, то есть сегодня такой аналитический обзор, хотелось бы, чтобы вы это использовали в аргументах. Дорогие друзья украинцы и те, кто на сегодняшний день проживает, развивает бизнес Skyway в этой стране, посмотрите внимательно на эту статью. Здесь описывается процесс строительства трассы Керч-Симферополь-Севастополь и говорится о том, что он не только затягивается, но и дорожает. На самом деле, если говорить про зао-струнные технологии, я могу сказать, что даже планируется введение систем слежения за различными этапами, процессами и участниками производства и строительства. То есть это, например, RFD-метки, кому интересно, посмотрите в Google, что это такое, насколько это может сделать более эффективным строительство и производство. Более того, трасса юнибайков, я могу сказать, что по обещаниям непосредственно Виктора Бабурина на эко-фестивале, всем было объявлено, что в рекордно низкие показатели и сроки и максимально эффективно, максимально профессионально, серьезными бригадами начинается строительство легкой трассы. Мы уже сегодня видим, что недавно, очень быстро были установлены фундаментные основания и уже, собственно, готовятся и устанавливаются промежуточные опоры. Это говорит о том, что, да, действительно, осенью 2016 года после выставки уже будет продемонстрирован и легкий прогулочный подвижной состав и городской пассажирский транспорт, потому что строительство ведется фактически параллельно. Чего не скажет, допустим, о строительстве автодороги той самой Кирш, Симферополь и Севастополь. Если говорить по достаточно несложным экономическим расчетам, то есть буквально на калькуляторе вы можете это посчитать, прочитая, познакомишься с этой статьей, нельзя, конечно, сравнивать автодорогу и эстакадный рельсовый транспорт, которым является Skyway, но все же примерно 7,2 миллиона долларов за километр планировалось еще до удешевления. Если говорить про удорожание, извиняюсь, если говорить про то, что сейчас фактически еще больше возросла стоимость, то это при незаконченной инфраструктуре, то есть я, как понимаю, это просто проложить дорогу. И на прошлых вебинарах также я приводил сравнение, каким образом строилась дорога на Урале непосредственно для создания инфраструктуры горно-туристического комплекса Банны. Там вообще было взрывание горных пород и прокладывалась дорога, я думаю, там 7,2 миллиона долларов за километр невозможно было обойтись. И Анатолий Эдуардов-Ченицкий, естественно, всегда очень трепетно относится к этим цифрам. Я не буду называть точную стоимость аналога строительства по этому маршруту Керчь, Симферополь и Севастополь, но по моим ощущениям это будет значительно меньше. Если не значительно, то меньше, чем даже 7,2 миллиона долларов за километр. Если говорить про строительство, то найдите в цикле вебинаров, я думаю, что займемся также и расширенной технико-экономической вебинары, разобьем все-таки по тематике. И на каждом расширенном технико-экономическом вебинаре мы стараемся давать действительно иную информацию, помимо новостей, давать аналитику. И наложение развития проекта SkyWay на современную техническую, политическую, экономическую ситуацию в мире. И там мы говорили о скорости строительства по сравнению с монорельсом, по сравнению с высокоскоростной дорогой. И на самом деле, опять же, SkyWay выигрывает строительство подобного проекта. Вернемся к тому, о чем я обещал, и многих эта новость сбудоражила, дамы и господа. Это возможное сотрудничество российских не то, что даже компаний, а высших органов власти, представителей по строительству гиперлуп. Я могу сказать, дамы и господа, что если провести очень такую четкую и быструю аналитику, буквально за 30 минут можно найти всю эту аналитику в интернет, то есть это все в открытом доступе дано. Я сейчас сброшу вам очень интересную статью по поводу проекта по созданию российского аналога Hyperloop. И более того, все встрепенулись именно тем, что псевдодемонстрация, на мой взгляд, была произведена больше уже полутора недель. Компания Hyperloop Transport Technologies, и там проехалась тележка со скоростью 120 км в час. В замедленном режиме вы можете услышать такой достаточно серьезный стук колес. И можно сказать, что это был просто пшик, это была просто псевдодемонстрация, иллюзорная демонстрация. Но это было достаточно тому, что достаточно серьезные специалисты, непосредственно, если говорить по этой статье, то это глава Центра развития пассажирских железнодорожных перевозок Анатолий Зайцев. Говоря о разрабатываемом в России проекте по созданию аналога Hyperloop, подразумевает строительство серьезных транспортных сетей, которые абсолютно по правильной концепции должны соединить север и юг, запад и восток нашей необъятной родины. И вы все помните, что Россия находится на достаточно таком интересном пространстве вообще на нашей планете Земля, что фактически все транспортные потоки сюда сходятся. И как только будет создана сеть высокоскоростных дорог, только от этого ВВП страны нашей может быть увеличен очень серьезно. И господин Зайцев рассказал, что инвестором российского аналога Hyperloop выступает некая инвестиционная компания Gordon Atlantic. Но если чуть-чуть проанализировать эту компанию, можно посмотреть. Кто желает, зайдите на сайт, посмотрите, найдите, что за компания Gordon Atlantic. В истории они говорят, что с 2012 года развиваются, что все хорошо, инфраструктурные проекты различные в США, серьезные большие инфраструктурные проекты. Но если чуть-чуть порыться в реестре гонконгских компаний и найти информацию о Gordon Atlantic, все, что связано с этим названием, концепция этой компании, не концепция, а название в первую очередь этой компании, менялось, компании открывались, закрывались. Внимание, с 2012 года их еще не было. То есть с 2015 года Gordon Atlantic начало свое существование в том названии, в котором оно было. Это говорит о том, что, скорее всего, это такое же веяние, такая же упаковка, так скажем, возможных адресных проектов и желание приобрести достаточно серьезный лакомый кусочек в виде территории Российской Федерации именно в строительстве высокоскоростных трасс непосредственно США, непосредственно некой компании Gordon Atlantic и запудриванием мозгов нашим серьезным деятелям в транспортной индустрии. Я не знаю, в курсе или нет о сотрудничестве именно с компанией, которая зарегистрирована в офшоре и которая три раза закрывалась, открывалась, меняла свое название. И, соответственно, о какой концепции совместного развития по строительству серьезной, дорогостоящей, высокоскоростной трассы может идти речь. Вопрос остается действительно открытым. Более того, напоминаю, что Hyperloop развивается и представит свое строительство примерно 2020 год. У нас же демонстрация уже эта осень, подвижные составы поедут, струна натягивается уже будет в самое ближайшее время. И я могу сказать, что, дамы и господа, вы об этом убедитесь в том репортаже, который я поставлю после вебинара расширенного техника экономического. И действительно, уже летом начнется натягиваться путевая структура, устанавливается струна, устанавливается путевая структура, уже разрабатывается подвижной состав один к одному. Это говорит о том, что нет никаких сомнений у меня лично, что действительно демонстрация в 2016 году осенью, как и объявлено, она будет. Более того, в Берлине, я думаю, что все прекрасно понимают, что очень серьезные переговоры так или иначе произойдут, так как мы участвуем в крупнейшей выставке InnoTrans, это в сентябре, в конце сентября в городе Берлин. Будут представлены как Hyperloop Transport Technologies, как и различные другие концепции транспорта будущего. Их не так много, чуть больше двух. И также такие гиганты, как Siemens, Kawasaki и так далее. Это говорит о том, что на данном событии мы уже будем смотреть в глаза друг в другу нашим возможным конкурентам. Но на самом деле, дамы и господа, вот про пример Apple я сказал не просто так, потому что современные транспортные индустрии и корпорации должны задумываться о том, чтобы не повторить судьбу Форда. И, соответственно, как произошло с городом Детройт, который получил ранее экономическое серьезное развитие за счет корпорации Форд и далее упадок, нужно задумываться о том, каким образом действительно формировать модернизацию транспортной инфраструктуры. И как раз таки Skyway, на мой взгляд, здесь действительно впереди планеты всей. Мне очень нравится фраза Анатолия Эдуардовича Емницкого «Мы обгоним всех и навсегда», потому что, когда сейчас все мыслят в логике создания искусственного интеллекта, развития автономного по передвижению, то есть на системе искусственного интеллекта автомобиля, но автомобильного первого уровня, на создание все больших интересных концепций электрокаров, но не решая общую проблему создания сети единое транспортное, энергетическое, коммуникационное, отсутствию возможности удешевления конструкции, как строительство автомобильных дорог в первую очередь, я не говорю про автоэстакады, про усовершенствование подвижных составов современных высокоскоростных средств передвижения, которые, на мой взгляд, еще дышат прошлым веком, и на самом деле, в первую очередь, естественно, задумываясь о тех процессах, которые мы нарушаем экологией, экология нам отплачивает серьезными катастрофами, ураганами, цунами, которые как раз-таки колыбель пятого технологического уклада достаточно серьезно трясет, то есть это США, где находится Кремниевая долина. И как раз-таки колыбель шестого технологического уклада, именно Sky Valley, как мы так вот скажем, именно рабочим называнием называем, то есть Небесная долина, если раньше была Силиконовая долина, то на сегодняшний день в Марьиной горке развивается уже Небесная долина на основе струнных технологий Анатолия Эдуардовича Ницкого, как когда-то, на основе свойства Кремния и свойства Пьезоэффекта развивалась технология микропроцессорной электроники, сложной электроники первых персональных компьютеров, даже, как я и говорил, на вводном технико-экономическом вебинаре простейших компьютеров, то есть Atari, The X Spectrum, появление модемов потом и так далее, то есть весь этот цикл развития будет усовершенствован и совмещен не просто в отрезках, а во всей инфраструктуре, во всей сети транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной и даже социальной сети Transnet. И я неспроста рассказал про логику развития биткоин, это не связано с криптовалютой, это связано со стратегией развития биткоин получил свое развитие только благодаря тому, что он так или иначе где-то всплыл бы и, собственно, он был децентрализован и диверсифицирован. Соответственно, мы на сегодняшний день, дамы и господа, также имеем в первую очередь ядро, если сравнивать аналогию с биткоином, у них было IT-ядро, то есть если бы не айтишники и та команда, которая создала биткоин, разработала его, если бы ее не было, биткоина бы не было. У нас есть ядро, это научно-производственное конструкторское предприятие. Оно может быть перенесено куда угодно, и я могу привести такой пример, возможно, даже неудачный пример, ну, чтобы немножко так разрядить обстановку, и чтобы было понимание, каким образом серьезные IT-продукты производятся. Допустим, Билл Гейтс, руководитель фирмы Microsoft, чтобы создать новый продукт, отправляет на специальных закрытых лайнерах в путешествие, в морское путешествие, на несколько месяцев или даже год команду разработчиков, и, собственно, они находятся только вот на этом лайнере. Это достаточно жесткое, конечно, сравнение, но таким образом делаются инновационные IT-продукты. И на сегодняшний день, дамы и господа, наше с вами счастье, что уже проект получил свой отклик в Австралии. Я думаю, что он начнет строиться еще до конца 2016 года, и, соответственно, по истории развития струнного транспорта, потому что было описано в книжке «Замечательные небесные дороги Юницкого». Обязательно ознакомьтесь с произведением Анатолия Боровского, и я обязательно буду эту книжку перечитывать, и если кто-то будет перечитывать, еще перечитайте на раз, потому что это наша матчасть, это наш учебник, который активисты Skyway должны в полной мере использовать, потому что если в 100 ответов на 100 вопросов есть, соответственно, все ответы на технические вопросы, в данной книжке есть все ответы на все вопросы уже в плане развития и истории развития технологии Skyway. То есть обязательно ознакомьтесь с этими материалами, и я могу сказать, что вы будете достаточно серьезно как технически подкованы, так и информационно подкованы. Я могу вам сказать, дамы и господа, что многих фактов в силу огромной занятости сейчас по развитию проекта Skyway я не знал, не прочитав эту книжку, поэтому искренне рекомендую. У вас сложится абсолютно четкая картинка, но на основе того, что мы рассказываем на вебинарах, я думаю, что вы абсолютно представите уже картинку ближайшего будущего, и каким образом изменится наша не только транспортная инфраструктура Российской Федерации, всего мира, но и, собственно, жизнь человека, так же, как резко изменилась с появлением смартфона. Запомните то, что концепция юнибайков, концепция юнибусов изменит более круче нашу жизнь, наши ежедневные процессы, которые мы совершаем, и наш привычный уклад жизни до неузнаваемости, действительно, естественно, в лучшую сторону. И этому следовали различные предсказания, как и прогнозистов. Естественно, одним из серьезных прогнозистов в этом плане, я считаю, Сергея Анатольевича Сибирякова, то есть я у него активно учусь и впитываю эту информацию. Сейчас уже, можно сказать, различные аналогии и аналитику прогнозов могу давать уже некоторые и сам. Некоторые из них я вам представил, и сравнение развития нашей технологии с биткоином и так далее, я искренне надеюсь, что это вам будет полезно при развитии нашего проекта Skyway. И еще я хотел, дамы и господа, очень серьезно остановиться на том, что ожидает нас буквально уже через 7 дней. Вчера, в начале вебинара я начал об этом говорить, но не договорил. Вчера мы столкнулись с тем, что несмотря на то, что серверы рассчитаны достаточно серьезные нагрузки, ввиду того, что мы развиваемся посредством народного финансирования, посредством краудинвестинга, серверные нагрузки были исчерпаны. И поставьте плюсики, кто не мог вчера зайти на сайт, это была очень такая серьезная пробочка такая виртуальная. И я могу сказать, дамы и господа, поздравляю, мы достигли виртуальных очередей, которые обычно в начале развития пятого технологического уклада были в виде реальных очередей. Но так как мы корпорация абсолютно инновационная, то у нас даже очереди виртуальные. Но благо, что можно расширить дверной проем для этих очередей, усилить его. Это все будет усилено. Уже именно поставлены задачи по усилению серверной нагрузки возможны. Но я могу сказать, дамы и господа, что при всем развитии еще до 2014 года, с 2011 по 2014 год я развивал достаточное количество различных интернет-проектов. Помимо развития своего традиционного бизнеса, я могу сказать, что с таким именно ажиотажем и буквально там вот даже при самых сильных нагрузках отключение происходило при достаточно слабых серверных мощностях, я говорю про старые проекты, ну буквально на час, максимум на два часа. Но, и вы можете это также использовать в переговорах, извините, на полтора дня, на день почти, то есть с самой ночи до позднего вечера, той ночи именно перегрузка сервера при огромном потоке желающих инвестировать технологию Skyway, это говорит о чем-то. Это говорит о том, что технология Skyway интересна, и это говорит о том, естественно, дамы и господа, что все откладывают на самый крайний момент. Я рекомендую от этой привычки избавляться. Естественно, что говорить, что грека таить, что многие ждут крайней даты, чтобы использовать акционные пакеты, приобрести акции на акционные счета, с акционных счетов, и, соответственно, мы получили такой вот достаточно серьезный затык, с которым невозможно было бороться. Поэтому дисконт для тех, кто не в курсе, переносится уже на 8 число. 8 число 23.45 точно без всяких переносов уже, потому что серверные мощности были увеличены. Более того, если произойдет еще большее увлечение желающих инвестировать в технологию Skyway, я могу сказать, дамы и господа, что обязательно, если вы желаете, в особенности обращения к новичкам, если вы желаете оформить инвойс, если вы желаете приобрести рассрочку, то есть рассрочка – это очень серьезное нововведение, которое чуть больше 6 месяцев было введено, и также время пришло рассрочке, потому что очень много идеологически подкованных людей стало приверженцем проекта Skyway, которые готовы инвестировать фактически каждый месяц, дамы и господа. Таких людей у нас более 50 тысяч, я думаю, уже к 70 тысячам абсолютно приближается количество, которые ежемесячно инвестируют в проект Skyway, как в поле RSV, так в поле Skyway Capital, так и, естественно, Skyway Invest Group. Еще у нас есть фонды MLCI, и это уже эпоха создания фондов, так скажем, прошла, то есть MLCI была такой крайней ласточкой, именно по движению, по развитию проекта. На сегодняшний день компания не намерена инициировать именно головная и поощрять создание иных инвестпроводящих систем. И, дамы и господа, на самом деле, пожалуйста, инвестируйте, выделите время за 3-4 дня, переводите денежные средства, оформляйте инвойсы, потому что если что-то будет вдруг не зачислено 8-го числа, то извиняйте, как говорится, но зачисления не будет, потому что это жесткая позиция головной компании, потому что, я честно скажу, был очень сильно удивлен благосклонности головной компании, то, что дискон был перенесен, потому что действительно огромное количество желающих, и огромное количество желающих иностранцев, и даже тех стран, у которых не переведен личный кабинет на язык, язык, соответственно, их страны, готовы инвестировать, инвестируют, у нас образуются виртуальные очереди, они в чатах и так далее, в личной переписке, то есть, ну, буквально обвал произошел почты у представителей управленческого состава Skyway Capital, в кои входим и мы с Сергеем Анатольевичем, пожалуйста, сделайте это заранее, потому что, кто не успел, никому не будет никакой поблажки, и, соответственно, в ручном режиме ничего не будет делаться. Давайте привыкать к тому, что дискон действительно понижается, действительно риски снижаются, но все же они имеют место быть, но они значительно ниже, технологических рисков нет вообще, финансовые риски снижаются действительно каждый день, каждый час, потому что движение Skyway, та огромная масса людей, которые поддерживают проект Skyway и не просто поддерживают, увеличивают с каждым днем геометрическая прогрессия. Ну, а те инструменты, дамы и господа, которые непосредственно руководство Skyway Capital готовят для вас, я могу сказать, что они будут очень серьезным толчком для общения с новыми людьми, даже если вы не особо выходите из дома, то есть у вас какой-то именно такой оседлый образ работы, образ жизни, вы все равно сможете давать как минимум двум-трем людям информацию, и более того, в нашем деле самое главное не только система, но чтобы человек был оповещен, чтобы человек был в курсе о том, что проект Skyway существует, ну, а далее, дамы и господа, я могу сказать, что те новости, то развитие стремительного проекта Skyway, которое мы наблюдаем фактически каждый день, и я счастлив, что у нас есть видеоблог, фотоблог по строительству, по созданию объектов инфраструктуры, экотехнопарка и развития в целом компании, это говорит о том, что даже если у вас нет времени заниматься вашими людьми, люди, когда попадают в информационное пространство на вебинары, кто-то не ходит на вебинары, кто-то следит за социальными сетями, кто-то не следит за вебинарами и социальными сетями, следит за почтовой рассылкой, мы будем для вас создавать все больше и больше инструментов, потому что время не просто пришло строить Skyway и спасать планету, но развивать это широкомасштабное движение действительно по всему миру. Напоминаю, что 8 июня 23.45 будет снижение изменений дисконта, никаких переносов не будет, и до скорых встреч на водных технико-экономических вебинарах, на расширенных экономических вебинарах. Строй Skyway и спасай планету. Строй Skyway и спасай планету.